Ну что, привет, моя мармеладная куклица. Харе уже тут заваливаться на боковину, потому что у нас сейчас видео. Вот я в своем этом бордовом пиджачке, потому что как же он мне идет, скажите же. И сегодня у нас будет мега интересная тема. Это ароматы, которые хер знает, чем пахнут. Поняли? Которые пахнут, не пойми чем. То есть эти ароматы вы прекрасно знаете, вы их слышали. Но эти ароматы, их нюхаешь и их хер просышь. Они не поймешь, чем пахнут. Они сложные. Они становятся понятны только когда вы прочитаете пирамиду. А с первого занюха вы их вообще не поймете. Короче, про эти ароматы сегодня и пойдет речь. Я вам опишу свои ассоциации. Я вам опишу свои чувства насчет них. Их даже будут мега популярные ароматы. Вот. Но, надеюсь, вы со мной согласитесь, что они достаточно такие. Достаточно нетривиальные. То есть с первого нюха их не разнюхаешь. Вот. Поэтому речь пойдет о ароматах. Пахнет тем, хер знает чем. Такая вот тема видео. Вот. Видео снято, кстати, с поддержкой РНДУ, как всегда. Оставляю ссылочку вам в описании, в инфобоксе на 10%. Промо-кутик вы найдете до 15 сентября. Вот. 10% на скидки от 2,5. Поэтому давайте начинать. Короче, давайте сразу начнем. И будем еще сравнивать это с пирамидами. Потому что пирамиды тоже посчитать достаточно интересно. Первый аромат. Давайте начнем с мега узнавашки, у которой есть практически у всех в коллекции. Это Гуче Мемуар Дзюн Одзер. И, кстати, в честь зеленого флакончика, вот, я наделал зеленые кольца, и вот новенькая, в середине. Это, короче, представляете, что за камень? Это зеленый оникс в серединке. Видите? Представляете, это зеленый оникс. А мне казалось, что оникс есть только черный, а он есть еще и зеленый. Прикиньте. Вот. Мемуар Дзюн Одзер. Что у нас гласит вообще офишал пирамидайл? Офишал пирамидайл говорит, что тут миндаль, ромашка, жасмин, мускус, ваниль, белый кедр, сандал. Ну, знаете, вроде бы все понятно становится. Пахнет типа ромашкой. Пахнет ромашкой. Кому-то он пахнет семечками. Вот. И сейчас вас может вполне так протригерить. Вы пойдете, послушайте свой мемуарчик, и он у вас начнет пахнуть там маслом подсолнечным, либо семечками, неожаренными, свежими, перетертыми. Но вот когда его слушаешь первый раз, вы его херпросыте. Не зная пирамиды. То есть он не пахнет натуральной ромашкой. Он не пахнет подсолнечным маслом. Он не пахнет семечками. Он что-то напоминает. То есть, знаете, это такой вот не похожий ни на что аромат, и он вообще, не зная пирамиды, вы никогда в жизни, мне кажется, не скажете, чем он пахнет. Он пахнет хер знает чем. Он может напомнить, там, воссоздать какие-то альфакторные чувства. Он пахнет, как будто гуляешь в поле, лежишь на сеновале и смотришь на сенокосца головы, представляешь его голым. Ну, что-то типа того, знаете. Но вы, ну вот, напишите, как вы с ним поступили. Вы сразу же полезли в пирамиду? Но вот с этим ароматом у меня были прям сложности, потому что без пирамиды мой нос отказывался его воспринимать. Потому что непонятно, чем он пахнет. Херпросыщем. Вот, на самом деле, есть какая-то отсылка к ромашке. Вот, когда я прочитал, ну, вроде, да, какая-то ромашка есть. Ну, вроде, да, и подсолнечником пахнет. Ну, вроде, да. Но сам аромат, на самом деле, как-то он мне и ромашкой не пахнет, и подсолнечником тоже не пахнет. Хер знаю, чем пахнет. Понял. Но аромат нравится, он достаточно самобытный. Мне кажется, его вообще скоро снимут. Вот, аромат классный. Я его использую на ночь, вот где-нибудь так, вот так вот. Или весной какой-нибудь, поздней или летними прогулками вечерними. Он, конечно, шикарный, очень интересный. Мне кажется, его снимут. Пишите тоже, кажется ли вам, что его снимут. Его снимут точно, потому что это не коммерция. Поэтому покупайте, пока есть возможность. Дальше, аромат, который я для вас хранил и сохранял, и пытался о нем вам не рассказывать, но сам им пользовался. Это Girl Can Do Anything за Динг Вольтер. Вот так вот выглядит флакончик. Смотрите. Такой вот флакончик. Ну, вы видите там что-нибудь или нет? Где там этот процессор? Вот он. Ну, короче, понял. За Динг Вольтер. Вообще, тоже для меня такой бренд немножко непонятный. Потому что все, что у меня есть от Динг Вольтера, оно фиг знает, чем пахнет. Пахнет. Ну, я, короче, решил вам вот это принести экземпляр. Тут заявлено. Ваниль, жасмин, сандал, каштан. Ну, вот так вот нюхаешь и говоришь ни хера. Хер знает, чем пахнет. Пахнет какой-то хуйней-муйней на мускусе. Пахнет конфеткой, девчонки. Пахнет конфет. Давайте я его даже пшикну. Вот он такой странный. Он, во-первых, нереально стойкий. Невообразимо просто стойкий. Его хрен смоешь просто. Он звучит сутками просто. И на коже, и на одежде сутками. Фиг смоешь его. Ну, фиг знает, чем пахнет. Вроде бы да, чувствуется какая-то ваниль. В то же время какой-то мускус. Но все равно это, знаете, настолько как-то заоблачно и за гранью фантастики, что на самом деле вот не скажешь, чем пахнет. Вот. Он сейчас, короче, пахнет что-то типа такой вот ванилькой, а потом распидоривается и превращается в какую-то конфетку. Вот. Но вот эту вот конфетку совершенно не расчленить. Мне нравится аромат. Я бы его, знаете, как описал? Ванильной конфеткой. Вот так вот он пахнет. Даже по пирамиде непонятно, какие здесь ноты, как пахнет каштан. Я даже представить не могу. Аромат сладкий, но ваниль тут тоже какая-то не ванильная, какая-то фруктовая, что ли. Вот что-то вот такое вот. Очень сложный аромат для восприятия, но он очень приятный. И, конечно, шлейф, стойкость здесь выше крыши. Ой, чихнула. Стойкость здесь выше крыши. Ну вот, уже вдарила в нос. Вы знаете, когда он сейчас жара вообще дикая, я тут сижу, потею, сижу, пиржу, потею. Вот сейчас жара, он начинает распидориваться. Вообще не понятно. Вот даже какой-то холодок в нем появляется. Вот реально как конфета пахнет. Такая вот сладкая какая-то, фруктовая, ванильная. Но по нотам я его вообще не могу расчленить. По нотам он у меня в носу не распидоривается. У кого есть, обязательно напишите, что вы в нем слышите. Потому что для меня это вообще загадка дыры вечно. Дальше вы сейчас офигеете, но это и в Сен-Лоран-Ли-Бре. Вот. Ну, я его вам близко не буду показывать, вы его все знаете. Вот. И в Сен-Лоран-Ли-Бре. То есть мандарин, пикет, грейн, черная смородина, лаванда. Лаванда, ну да, есть же асмин, апельсин, ваниль, мускус, кедр, амбра и все дела. Вот знаете, тоже нюхаешь. Тоже как-то он у меня в башке совершенно не... Давайте я его на вторую руку нанесу. Тоже он у меня совершенно не сложился в голове. Вроде бы, да, какие-то там начальные фруктовые, мандариновые ноты. Потом появляется такая вот лавандовая какая-то вот эта вот остринка. Ну, вроде какие-то белые цветы. Ну, да, ну, что-то, знаете, аромат классный, но он у меня в голове не разделяется на ноты. Он звучит чем-то одним и чем-то вот непонятным, как Girl Can Do Anything. То есть, понимаете, я начал в нем слышать ноты, ну, более-менее, только когда прочел пирамиду. А без пирамиды в нем вообще, мне кажется, нет смысла разбираться совершенно. Вот, кстати, Синемаев Сен-Лоран, он звучит, то есть, он хорошо звучит. Там все ноты слышишь. То есть, сразу же вот эта вот красивая ваниль классная, вот это фруктовое начало. Здесь такого нет, здесь какая-то тоже загадка невероятная. Мне кажется, тоже у вас этот аромат тоже, эти ароматы для вас не сложились, но вы, наверное, стесняетесь об этом сказать. Типа, это как-то не по-парфюманически, возможно. Но я больше чем уверен, что Синемаев Сен-Лоран мало тоже для кого в голове сложился и разделился на ноты. Только после прочтения программатики и пирамиды. Ну вот, как-то знаете, он классный, он балдежный, но он звучит очень монолитно, и его очень сложно разделить на ноты. Вот что я вам скажу. А так вот, если попытаться, это да, мандариновое начало, потом появляется лаванда на белых таких вот цветочках. То есть, жасмин, мускус, амбра я тут не чую особо. Ну то есть, это фужерное женское такое вот направление. Есть такое. Но разобрать его очень сложно. Сложно его именно понять для себя. Следующий вообще мега сложный аромат, который мне поломал мозг, и, надеюсь, вам тоже, это перль-де-лолик. Вообще, мой тоже один из любимых ароматов. Перль-де-лолик. Все названия вы найдете в описании, ссылочки тоже. Ирис, дамасская роза, перец, пачули, бобы, танка, кашмиран. Вот вы что-нибудь поняли, я нет. Для меня он пахнет какими-то пачулиевыми таблетками там. И я его тоже изначально совершенно не понял. И даже сейчас как-то для меня все равно сложно разделить его на ноты. То есть, бобы, танка, кто здесь слышит, не знаю. Мне здесь тоже что-то бобов, танка не положили. Вот изначально пахнет каким-то вот древесным кипарисом, что ли, или как это там называется. Ириса тоже я здесь особо не слышу. То есть, знаете, аромат загадочный. Да, здесь есть пачули. Вот пачули я здесь слышу. Но в основном я не могу его охарактеризовать. Я не могу его сам определить. То есть, когда я его понюхал, очень интересно, очень классно пахнет, но хер знает с чем. То есть, я потом полез на фрагрантику. Там тоже люди тоже не смогли его описать. И походу тоже. Для людей передалолик это загадка. Может быть, они смотрят на пирамиду и называют те ноты, которые там сказали. Типа, ой, какие здесь шикарные бобы танка. А какая классная дамасская роза. А какой нежный ирис. Не знаю, я тут как-то вообще не могу вычленить отдельно ни ириса. Но роза там где-то, где-то там появляется на третьем часу носки. Ну, пачули, да, слышно. Но вот особо как-то его не разделить абсолютно на ноты. Тоже для меня остался аромат загадка. Звучит монолитно, красиво, интересно. Но вот по нотам он для меня тоже не сложился. Хер знает, чем пахнет. Дальше, наверное, вообще для всех бомба. Это Атар Коллекшн. Флорал Маск, либо Бакара. То есть, этот аромат висит. Либо Флорал Маск, либо Бакара. Я бы взял вот Флорал Маск. Амбра, карамель, мох, ландыш, белый мускус. Вообще ни одной ноты из этого перечисления я не слышу. Ни жасмина, ни бархатцев, ни амбры, ни карамели, ни мха, ни ландыша, ни тем более белого мускуса. Пахнет хер знает чем. Вот какой-то химией. Химия вся залупа синяя. То же самое с Бакарой. Фиг пойми, чем пахнет. Вот скажите только честно. Вы можете разделить Бакару на ноты? Вы можете разделить там все аналоги Бакары на ноты? Я вот нет, не могу. То есть, пирамиду прочитать вообще херня дело. То есть, ну и потом там у себя в башке их как-то найти эти ноты искусственно. Ну вот так вот абстрагируясь от этих нот, я нюхаю и не могу даже ни одной ноты приблизительно сказать. То есть, ну, она очень узнаваемая. Это именно, ну, прям Бакара-Бакара. Флорал Маск очень похож на Бакару. Только там некоторые нюансы, он более дымный. Но вот разделить на ноты... Некоторые говорят, пахнет бинтами, но бинты это же не нота. То есть, тоже вот он у меня не сложился как-то. Аромат классный. Вот кто ищет аналог на Бакару, обратите внимание на Флорал Маск от Аркалекшн. Вообще хер отличишь. Мне кажется, даже Флорал Маск будет убийственнее, чем обычная Бакара. Потому что это прям очень диффузно. Шлейф там на 2 километра и дымность. Как будто костры выжарили на Бакаре. Супер. И завершает коллекцию. Вот эту вот подборку сложных, непонятных ароматов. Из предыдущей подборки Дольче Габанка. Это виновник этой подборки. Почему я вообще решил снять? Потому что вот Дольче Габан и Вильвиц Сублим. Тут в пирамиде апельсин, нероли, мандарин. Поняли? Но, короче, так же. Хер знает, чем пахнет. То есть, как в распаковку. Он не хер знает, чем пахнет. Чем-то там тропическим. Чем-то там, может быть, деревяшка какая-то. Когда я прочитал пирамиду, нашел там нероли, мандарин. Ну, нероли мне здесь вообще как-то... Тут совсем... Если нероли, то вообще другие. Просто я вспоминаю в голове неролевый аромат. Там нероли протофина. Вот другие нероли. Но нет. Совершенно нити нероли. Вот. Многие пишут там на фрагрантиках разных, что ой, какие красивые нероли. Вот я поражаюсь. Где вы здесь услышали нероли? С чем вы... С какими неролями вы их сравнивали? Масло нероли не так звучит. Томфорд нероли там. Ну, мега популярный неролевый аромат. Это нероли протофина. Томфорд. Там совершенно другие нероли. Это вообще какая-то... За... Космическая история нероли. То есть, какие-то деревяшки, вот как по мне. Вроде бы база из деревяшек и фрукты наверху. Но тоже это не назовешь полноценно. Как-то... Что-то между деревян... Что-то около деревяшка. Что-то около фруктов. Что-то типа вот такого. Но вот точно я не скажу, чем он пахнет. Потому что это что-то такое вот непонятное. Также вот если альфакторные вот эти вот поэзии... Что-то такое вот освежающее. Что-то такое вот интересное. Что-то такое вот на лето. То есть, ну по нотам я его совершенно не могу для себя в голове охарактеризовать. Вот такая вот у меня подборочка. Напишите вообще в комментариях, есть ли у вас такие ароматы в коллекции, которые вы в башке не можете никак сопоставить с нотами. Которые у вас в голове не сложились по нотам. Когда вы читаете пирамиду и совершенно не слышите в аромате этих нот. Либо те ароматы, которые вы поняли именно благодаря пирамиде. То есть вот типа... Ой, хер знает чем пахнет. Зашли в пирамиду, там написано ромашка. Ой, и правда ромашка. Типа вот такие вот ароматы опишите. Потому что вот эти ароматы до сих пор, они у меня в башке, короче, висят грузом. И я не могу назвать в принципе ноты. Ну вот сейчас нюхаю Любре. Хер знает что вообще. Ну красиво. Вообще не слышу ни одной ноты. Просто какой-то монолит. Вот. Вот эти вот шесть ароматов, это просто загадка дыры, девчонки. Пишите свои ароматы, которые вы также не знаете, что с ними творится. Либо с вами. Обсудим. Поэтому все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне кажется, тема вообще офигенная. Поэтому все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Смоки.